Приветствую, Сердечно Александр. Приветствую, Хасай Магомедович. Скажи, где ты находишься и как у вас погода? Я в Ярославле нахожусь, погода отличная. О, как хорошо. А часто меняется погода в Ярославле? Да нет, так же, как в Москве, то же самое, плюс-минус, попрохладней. Ближе к ворку темы немножко, а так все то же самое. Понятно. А я вот только-только порвал вот это, что на нем бывает, чтобы открыть холст. Я же инвалид, у меня там титан стоит. Я как раз показывал, что я с инвалидными руками могу разорвать вот это. Пусть посмотрит, кто не видел. Сейчас Наташа Кузьмина там из Белоруссии, она оформляет, чтобы выставить. Наверное, уже выставила. И там мы в формате «Коллективный разум» будем создавать произведения. Будем создавать произведения. И тут ролик я назвал сенсационным, потому что там как раз такие, что думать, например, когда вас мороз колотит сильно, о чем надо думать, чтобы вам было комфортно. И что надо делать, и о чем надо думать, когда вы находитесь в конфликте с самими своими близкими, с детьми, например, или с любимой, или с любимой. Ну, с любимым девушка находится. Как разрешить конфликт? И как войти в группу райскую для раскрытия скрытых творческих качеств и изобретательских возможностей? Ну, пусть кто не видел, посмотрит, потому я здесь и повторил это там. Там это все, как говорится, возможность такая заходить в райскую группу. Через неделю будет объявлена. С каждым я буду собеседовать. Но уже несколько человек записаны. Это потрясающие люди. Это просто удивительные люди. Разного возраста причем. Есть возраст, где там 16 лет, и есть возраст, где 82 года. Потрясающе. Я тебя слушаю внимательно. Ну, вот я вам написал, да. То есть я давно замечал, что у меня почерк разный постоянно. Наверное, психологи бы что-нибудь про это сказали. Это, наверное, есть какие-то этому объяснения. Вот. Ну, то есть от настроения зависит. Буквы то мелкие, то крупные, то поворот туда, то сюда. Да, то есть разный может. Там ни два, ни три, ни четыре, наверное, даже. Но есть определенный почерк, который мне нравится. Вот прямо вот мое. Он один, наверное, скорее всего. Интересно, да. И я вот тут делал упражнения, будучи на работе. Где-то каждый час просто вот буквально по 5 разведений делал. Ну, вот в своем темпе. То есть это, грубо говоря, занимало минуту, наверное. То есть 5 разведений. Ну, то есть достаточно медленно так. Вот. И все. Вот еще. На работе ты делал по минуте, да? Да, да, да. Где-то каждые полтора часа где-то. Я хотел давно попробовать так, чтобы состояние было ровное такое психологическое. Ничего, если ты сделал. Да, идиомоторный. Да, то есть рули расходились хорошо. То есть получается, что состояние-то у меня было нормальное изначально. Все 5 раз хорошо расходились, да? Ну, да, 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 да. И вот я через какое-то время заметил. Ну, пишем же периодически на работе там журно, там какую-то документацию. Вот. И я, наверное, после обеда так вот пишу журнал и смотрю почерк-то прям буковка к буковке. Прям вот то, что нужно. С утра, то есть такого не было. С утра как-то вот не собрано было. То есть ты с этим ничего не поделаешь. То есть рука-то пишет, она мозг, рука прямая связь, она пишет, и ты тут не будешь выводить никакую каллиграфию. А тут, получается, вот после каких-то трех-четырех подходов, получается, по 5 раз. Ну, буквально это... Количество перешло в качество, правильно? Я стал писать и прям красиво прям хоть вот, я не знаю, хоть переписывай книги старые прям, ну, хорошо получилось. Я понял, что это, ну, связано напрямую, как бы. Ну, конечно, это же стресс-тест. Ну, да. Когда они плохо идут, значит, какой-то зажим, зажатость. Ты 5 раз раскрепощаешься и выходишь на свое естественное состояние, нормальное. А именно в нормальном состоянии ты пишешь так, как ты пишешь. Да, и этот почерк, я замечал, который вот мне нравится, который самый такой приятный, он достаточно редко бывает. Ну, прям достаточно редко. Хотя я не скажу, что у меня настроение как-то плохое или депрессия. То есть, состояние вроде ровное, но, видимо, можно по почерку определять. То есть, если он идет вот как нужно, значит, оно и состояние то, что нужно. Лучше, чем нормальное, скажем так. Вот сейчас мне звонят, я сейчас скажу там, секундочку, извини. Алло. Алло. Да, очень хорошо, через 5 минут буквально я жду. Ладно, ладно? Ну, у меня все звонят, звонят. Слушай, я хочу тебе сказать, ты сделал большое дело для всех, кто смотрит наше видео, для нашей школы Человек-будущего. Потому что, на самом деле, нам кажется всегда, что мы в нормальном состоянии. А можно же проверить по почерку, ты прав. Ты совершенно прав. А можно проверить по почерку. Если почерк хороший, значит, ты в нормальном состоянии. А если ты никак не можешь, как бы ты ни старался. То же самое с картинами. То же самое с картинами. Потому что я могу 5 вечеров, 10 вечеров писать, ничего не получается. Потом я раскрепостился несколько раз. Попел песню, поговорил сам с собой. Как бы вот у меня там были вот эти вот ролики, где выговаривание, выпивание, протанцовывание. А потом взял кисточку, ба-бах. И за один вечер все собралось в целостность. И программисты, так говорят, которых я обучаю. Которые с компьютерами работают. И которые работают, ну, можно так сказать, игровые там, которые есть там. С играми работают. Они замечают, что когда они снимают зажимы, они лучше там вовремя кнопки нажимают. Это удивительная вещь. Я тебе очень благодарен, что ты подсказал еще один тест. Это очень здорово. Я надеюсь, еще в голову придут какие-нибудь моменты со временем занимаясь. Я вот, допустим, новичок сейчас сюда зайдет посмотреть ролик сегодня. Чтобы новичок знал, какие у нас достойные участники школы Человек будущего, хомофутурс. Все изобретают. Для того, что используют вот эти раскрепощающие действия по методу ключ. И само нулевое состояние, которое для человека нормальное. Просто он на нем забывает, когда он выходит на задействованность. Когда он в стрессе, ему кажется, что он в нормальном состоянии. Но на самом деле у него сейчас очень много. Спасибо тебе большое. Спасибо, Хосай Магданович. До встречи. До встречи. До свидания. Если хочешь, пожалуйста, пришли сюда в чат. Свои данные. Если ты хочешь, чтобы тебе задавали вопросы. Там будут участники смотреть. Если появится какой-то вопрос, зададут. Если ты этого хочешь. Это не обязательно. Но если хочешь, пожалуйста. Мы обозначим. Имя, фамилия. Если хочешь. Если не хочешь, напиши. Как хочешь. У нас все добровольно. Хорошо, я понял. Посмотри картину, какая будет. Хорошо. У нас тоже получится. Спасибо тебе. До свидания. Спасибо. Спасибо.